22 июля 2020 год, 21.30 по Киеву в Харькове, прячется уже от нас Луна. Скрываясь за горизонтом, резкости лучше не будет, извиняйте, потому что... Сейчас попробую что-то найти. А, еще не поймут фотоаппарат, сам хочет на что-то наводиться. Нам это не надо, нам нужна вот эта вот Луна. А вот. Красавица. Все у Луны красиво. И полная она красива. И рождающаяся красивая, как сейчас. Ладно, пошли. Попробуем еще. Поставил я фотоаппарат таким образом, чтобы сквозь ветки деревьев попытаться снять одномоментно и Сатурн. Вон видно, в какую щель я пытаюсь попасть. Ну не знаю, в глаза, в окуляр видно. Будет ли видно на экране. Но это натурально между ветками деревьев, между листочками пытаюсь попасть. Очень классно сейчас спутники Юпитера расположены. Все четыре галилеевых спутника Юпитера расположены слева. Видать, я снимал их все справа. В абсолютном большинстве случаев они расположены кто слева, кто справа. Сейчас Европа ближе всего к Юпитеру. Европа в смысле спутник. Дальше идет спутник Ио. Дальше идет Ганимед и Калиста. И они все помещаются в одном кадре с Юпитером. Это прекрасно. Даже ветки нам не мешают их зафиксировать. Ветерок чуть-чуть, камеру трясет. Это не руки у меня трясутся, ребята. То есть они, конечно, трясутся, но в данном случае фотоаппарат на штативе. А я стою издаля, пытаясь прокричать, что это фотоаппарат. Так, смотрю в окуляр и поехали мы к Сатурму. Который у нас виновник вчерашнего торжества. Так, ниже это все фонари Салатовского депо. Не учитываем. А вот сейчас у нас в кадре одновременно Юпитер справа и Сатурн слева. Вчера был в противостоянии, в оппозиции. В оппозиции Солнца. На ближайшем расстоянии к Земле за год. Даже больше, чем за год. Ты посмотри, какое было небо облачное. Я ждал дождя, грозы, парила. И на тебе, пожалуйста, налетел в ледерок. И разнес все эти тучки. Не знаю, куда известно, не хочу. Один миллиард триста сорок пять миллионов километров до Сатурна сейчас. Вот это такое, ближайшее расстояние. Плохо видно, конечно. Мудно, потому что еще все в этих мудных слоях атмосферы. А, там, наверное, облачка все-таки есть. Что я в предыдущем дубле даже помню, чем было. Верно было различие между... Ну, прореха между кольцами. Да, вот такое вот ближайшее расстояние. В десять раз дальше, чем Солнце из земли. Солнце 150 миллионов километров. А Юпитер до полутора. И там, по-моему, даже больше, чем полтора миллиарда. Юпитер и тот 620 миллионов километров. То есть он вдвое ближе. Так, ну и комету, конечно, даже пытаться наблюдать уже не буду. Последние дни выезжал. За окружную смотрел. Ну, оно того не стоит. Это приходилось снимать на длинных выдержках. Потом на фотографии уже рассматривать. А где же находится? Это комета при увеличении на фотографии на экране фотоаппарата. Ну, это, как бы, не то. И она уже еле-еле видна. Мутненькая такая. Слабенькая, совсем не то, как она была видна 12 дней назад, когда я ее впервые случайно выведал на небе. Яркая полосой посреди ночного неба. Лады. Вот он, спутник. И на этом, наверное, закончу. Кто захочет все-таки искать комету? Она находится под Большой Медведице. Смотрим на Большую Медведицу. На ручку.